Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ, где наши корреспонденты рассказывают о событиях, произошедших в Оренбурге и Оренбургской области, а эксперты дают им оценку. Меня зовут Наталья Богданова и вот о чем поговорим сегодня. В Оренбургскую область поступила вторая партия вакцины от коронавируса. Она предназначена для медиков, педагогов и социальных работников. Аэропорт Оренбурга стал акционерным обществом. Причины этому в правительстве называют необходимость привлекать инвесторов. Общественники прогнозируют негативные последствия. Оренбургцев в срочном порядке расселяют из аварийного дома на улице Одесской. Экспертиза показала, что он в любой момент может рухнуть. Габил Мамедов стал чемпионом России по боксу. Его признали лучшим боксером чемпионата среди мужчин. Об этих новостях и не только поговорим далее в выпуске. Начнем с информации о распространении коронавирусной инфекции. По данным Федерального оперштаба, за минувшие сутки диагноз подтвердили у 180 оренбуржцев. За все время ковидом переборели более 24,5 тысяч жителей области. Также за сутки в регионе с выздоровлением выписались 173 пациента. Всего с марта ковид-19 победили 21 142 человека. Активно сейчас болеют в области более 3000 человек. Из них 40% лечатся в стационарах. Число летальных случаев за минувшие сутки не изменилось. Их по-прежнему 236. В Оренбургскую область поступила вторая партия вакцины от коронавируса. Она предназначена для медработников, учителей и социальных работников. В этот раз в регион поступило 1 тысяча доз вакцины. Напомню, что ранее этой же вакциной «Спутник В» привили 42 медработника. В Минздраве сообщили, что за их здоровьем наблюдали в течение двух месяцев и не выявили никаких осложнений. Вакцинация должна проходить добровольно для людей от 18 до 60 лет. Предполагаются две прививки с интервалом в три недели. Аэропорт Оренбурга меняет статус с государственного унитарного предприятия на акционерное общество. Учредителем остается Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов. Какие изменения это может принести предприятию в ближайшее время и чем обернуться в дальнейшем? Разбиралась Валерия Шарова. Предложение передать Оренбургский аэропорт частникам внес министр транспорта России Евгений Дитрих. В 2019 году депутаты ЗАГС Собрания области утвердили план приватизации. В структуре предприятия пока не предусмотрено никаких изменений. Коллектив работает в полном составе, в прежнем режиме функционирует и филиал в Орске. Суть приватизации не в продаже аэропорта частнику, а в преобразовании его из губ в ОАО. Форма государственного унитарного предприятия сегодня не позволяет государству и частным инвесторам вкладывать средства в аэропорт. Новая форма собственности позволит оптимизировать средства управления и повысить эффективность компании. Согласно закону, утвержденному Путиным до 2025 года в России идет ликвидация гупов и мупов. Соответственно, Оренбургский аэропорт и попал именно под этот закон. В целом, перевод главного аэропорта области из госпредприятия в частную компанию – это введение налогообложения и более целевое расходование средств, считает юрист Андрей. Когда государство не ведает о том, какие премии выписываются директорам, руководителям, ну и, соответственно, в принципе, расходование средств, так скажем, сегментарно можно отследить, то есть не всегда. Поскольку это акционерное общество, то, соответственно, выделяются акции, называется миссия, то есть вложение в ценные бумаги. Решения принимаются уже не одним человеком, ну, то есть не одним органом, а принимаются советом директоров. Оренбургцы же считают, что преобразования пойдут на пользу предприятию. Я думаю, участник и должен сделать лучше. Ну, столько лет у государства было. Багаж неудобно ожидать. Нет, он не станет лучше. Частные руки – это всегда извлечение прибыли. И это будет за ваш счет. Ну, думаю, что это лучшая сторона. Может, будет какой-то, типа, ремонт аэропорта в этом плане. Это улучшение взлетных полос или, возможно, даже обновление парка. Если частник будет хозяйственным и приведет наш аэропорт, да, лицо нашего области в порядок, то почему бы и нет? Потому что наша государственная власть, к сожалению, не может этого сделать, чтобы привезти и содержать достойно наш аэропорт. Я думаю, это повсеместная тенденция. Ничего такого не происходит. Она все равно все уже в частных руках. Наверное, в лучшую сторону он изменится. Посмотрим. Я довольно часто летаю. Если у меня багаж, его часто выдают из сарая. По крайней мере, насколько я помню, вот на улице там прям такой сарай позорный, если честно. А в целом качество сервиса там услуг меня устраивает. Отметим, у ГУП аэропорта Оренбург существует задолженность в размере 1 миллиарда 800 миллионов рублей, которая состоит из кредиторской задолженности и лизинговых обязательств за ранее купленные самолеты. В правительстве рассчитывают, что смена юридического статуса, а в дальнейшем приход инвестора, может спасти организацию от финансовых проблем. Валерия Шарова, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. Депутат Законодательного собрания области Владимир Фролов уверен, что в дальнейшем контрольный пакет акций аэропорта будет принадлежать одной крупной компании, не имеющей отношения к Оренбургской области. Подробности в рубрике «Экспертное мнение». Как нам говорят всегда, что придет эффективный собственник, он будет вкладывать деньги, он будет ремонтировать полосу и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но не забывайте, что он установит инвестиционные составляющие на каждый тариф аренды, на каждый самолет, на каждый вылет и на каждый взлет. И за это нам придется платить по своим самолетам, по региональной авиации, которая никак на ноги не встанет. Поэтому я был против категорически, я остаюсь против. Понятно, этот кусок очень интересует москвичей, питерцев и всех тех, кто сегодня пришел управлять областью. Поэтому они это делают так же, как они в нынешнем году отдали на приватизацию коммун-электросеть. Есть предположение, что это одна из структур Виксельберга, потому что у них уже есть сеть аэропортов, в том числе и в ПФО. У них своя авиакомпания. Посмотрим, как в этих условиях будет жить авиакомпания Оренбуржи, которая существует много лет. Никакой инвестор, скажем так, он придет за контрольным пакетом акций. Ты сам москвичи. Также Владимир Фролов считает, что перемены Оренбургскому аэропорту действительно были необходимы. Но прийти к ним можно было и другими путями. У нас же превышение доходов, профицит бюджета был 13 миллиардов рублей. 13! Значит, в данном случае, почему мы не могли на развитие своего аэропорта направить 1 миллиард с тем, чтобы провести реконструкцию полосы, расширить здание аэровокзала. А ничего же не сделано, ничего не делалось. И ни в прошлом, ни позапрошлом году, ни эти годы. Та же Самара. Ну почему? Значит, там, значит, да, есть акционер, но там не продается под контрольный пакет акций. В Оренбурге подвижной состав троллейбусного депо изношен на 95%. На модернизацию может потребоваться порядка 800 миллионов рублей. Об этом порталу Орендея сообщили в городском управлении пассажирского транспорта. По словам начальника управления Сергея Морозова, ежедневно на линии выходит порядка 33 троллейбусов из 57 имеющихся. В капитальном ремонте нуждаются 17 транспортных средств. В мэрии надеются на участие в программах с финансированием из бюджетов разных уровней, так как у города на ремонт троллейбусов таких средств сейчас нет. Напомню, что ранее Владимир Ильиных предлагал убрать некоторые троллейбусные маршруты из центра Оренбурга. Многоквартирный дом на улице Одесской может рухнуть в любой момент, из-за чего ввели режим ЧАЭС. С жильцами пообщался Александр Кацун. Дом номер 129 по улице Одесской – это дом образцового содержания 1967 года постройки. Долгие годы в нем проживали без каких-либо опасений по поводу надежности. Однако около 20 лет назад местные начали беспокоиться. Они стали бояться появлявшихся трещин как на фасаде, так и внутри подъездов. Экспертизу провели только в июле этого года. По ее результатам пятиэтажку признали аварийной и объявили режим повышенной готовности. Потому как дом может рухнуть в любой момент. А жильцов так и не расселили. Пообещали в марте расселить, что до декабря мы уже все получим квартиры или сертификаты и поедем на новое жилье. Но, как видите, сами в декабрь наступил, квартир нет. Приехали в ту пятницу, сказали срочно выселять, потому что объявлено ЧАЭС. Приехали без бумаг. Необходимо в первую очередь выселить третий-четвертый подъезд. Но я подчеркиваю, что режим повышенной готовности введен по всему дому. Будет механизм такой. Жители третий-четвертого подъезда будут выселены, расселены. Мы им предложили и маневренный фонд. Некоторые туда выехали. Другие семьи будут, соответственно, снимать жилье. Марсель Сирозидинов также отметил, что суммы, затраченные жителями аварийного дома на съемные квартиры, будут погашены за счет бюджетных средств. Предоставление временного жилья рассчитывается на срок до одного года. Затем жильцы переедут в новостройку. Отметим, соседний пятиэтажный дом находится в подобном состоянии. Однако формально он не является аварийным. Александр Кацун, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Жители ЖК Дубки недовольны 49 маршрутом. По их словам, автобусы ходят редко по улице Уральской, а в выходные их не встретить совсем. По какому графику должен ходить транспорт и придерживается ли его перевозчик, разбиралась Ванесса Петерс. Каждое утро Марина ездит на работу с новостройки на улице Уральской в так называемый Мертвый город. Однако добраться туда проблематично, потому что зачастую девушке приходится ждать автобус по часу, а по выходным, со слов жителей, автобус и вовсе не ходит. Зима холодно очень, и то есть если здесь пытаться поймать 49, даже в будние дни, с утра его тоже очень долго ждешь, а вечером это вообще проблематично. То есть после 8 его я вообще не наблюдаю. У кого машины нету, просто добраться сюда нереально. С Чикаловой полтора километра идти. Жители вынуждены идти до самой улицы Чикалова, чтобы уехать с остановки Парковской. Однако такой вариант из-за морозов устраивает не всех. Кто-то ездит на такси, но это значительно бьет по карману. Ренат Хоснудинов тратит на это порядка 2,5 тысяч рублей в неделю из-за высокого спроса по утрам и вечерам. Находимся мы достаточно далеко от, допустим, того, что Чикалова. И идти 20 минут каждый день туда-обратно, ну это, во-первых, очень холодно, во-вторых, достаточно тяжело. В-третьих, там, тратить деньги на такси каждый день, но это затратно. Этим летом решить проблему с общественным транспортом попыталась управляющая компания «Гармония». Совместно с жителями коммунальщики направили письма в мэрии и владельцам маршрута. Однако, по словам горожан, изменений не последовало. Маршрут номер 49 обслуживает индивидуальный предприниматель Сидорова. Ее представитель признал, что проблема существует. И связана она с экономическими трудностями из-за пандемии коронавируса. Маршрут ходит редко в связи с коронавирусной инфекцией. Пассажиропоток упал более чем на 50%, поэтому выпускается меньше единиц техники. Также многие водители у нас находятся на самоизоляции, соответственно, автобусы ходят реже. Интервал сокращается в два раза. Мы, в свою очередь, регулярно проводим мониторинг ситуации, чтобы улучшить маршрут. Мы делаем все возможное для жителей. Но самое главное для того, чтобы решить проблему, мне кажется, в первую очередь, нужно составить четкий график и повесить нам здесь расписание, чтобы мы хотя бы могли ориентироваться. Потому что по 40 минут и с детьми ждать, конечно, невозможно. Начальник автоколонны уверяет, что маршрут ходит и по выходным. За полтора часа нашего нахождения на остановке в воскресенье не проехал ни один автобус. В администрации нам сообщили, что передадут информацию перевозчику. Но в силу того, что компания и так в курсе, проблему это не решит. Вероятно, жителям придется дождаться лучших времен. Отмечу, что школ в жилом комплексе нет. И чтобы добраться даже до ближайших учреждений, учащимся приходится идти пешком до остановки на Чикалово полтора километра или ездить на такси. Ванесса Петерс, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Обратиться к мэру теперь можно через Инстаграм. В социальной сети появилась страница Владимира Ильиных. В пресс-службе мэрии сообщили, что это единственная официальная страница мэра в социальных сетях. Верить ли оренбуржцы, что это поможет более эффективно решать их проблемы, мы спросили у прохожих. Подробности в рубрике «Твое мнение». Да, это действительно площадка для быстрого реагирования, проверенная на других площадках. Не верю. Почему? Потому что писала пастору, не ответил. Он не просмотрит эти странички, но, думаю, его помощники в любом случае отвечают на вопросы. Я была подписана какое-то время, и это даже помогает не для него реакции, а для нашей реакции узнавать какие-то новости, что какие-то изменения происходят в нашем городе. Как бы это полезно, я думаю. Не знаю, насколько это будет оперативно, потому что, наверное, все-таки у него много работы, помимо ведения социальных сетей. Но стоит надеяться, что работа какая-то будет проводиться все-таки. Конечно, может. То есть там будут отображаться какие-то основные вопросы, и корректироваться можно, может, корректировать эти вопросы можно и так далее. Трое оренбургских спортсменов приняли участие в финале чемпионата России по боксу среди мужчин. Салах Муцелханов завоевал бронзу, Алексей Зобнин – серебро, а Габил Мамедов стал чемпионом в своей весовой категории. Как проходил финал чемпионата, расскажем в сюжете. Чемпионат России по боксу, проходивший в СКК Оренбуржье, завершился зрелищным и, как отмечают зрители, достаточно предсказуемым финалом. В весовой категории до 63 килограммов вновь одержал победу Габил Мамедов. Теперь уже троекратный чемпион. Бой сложился очень-очень тяжело. Я не знаю, с чем это связано. Также боксер признался, что его очень мотивирует поддержка родной публики. Каждый раунд с трибуны скандировали его имя. Хороший бой. Молодец Габил. Мы рады за него. Узумительный бой. Мы просто даже не сомневались. Замечательно, прекрасно. Он показал самый качественный, самый собранный бокс. Успешно контратаковал, носил много прямых ударов и, соответственно, завоевал чемпионство абсолютно по праву. До конца не могли понять, кто же все-таки победил. Потому что оба ребята техничные были. Но рад за вашего земляка Оренбуржца, что он победил. Также в финале отличились оренбуржские боксеры Алексей Зобнин, завоевавший серебро, и Салах Муцелханов, ставший бронзовым призером. Напомню, всего приняли участие в чемпионате 309 сильнейших спортсменов страны. Победители в каждой весовой категории получили шанс на участие в Токийской Олимпиаде, которая пройдет в следующем году. Боксер Сидимов. Александр Кацун, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Детство нынешнего трехкратного чемпиона по боксу Габила Мамедова проходило в Оренбургском общежитии. Он рос в обычной семье, а талант в мальчике заметил тренер Дмитрий Скопинцев, к которому он пришел на год раньше положенного, в 9 лет. Смотрят ли бои чемпиона Мама, как он настраивается перед боем и пытались ли купить его поражение. Об этом и не только смотрите в выпуске программы «Один из нас» на ютуб-канале ЮТВ Орен. Меня не ударят сильнее, чем ударю я. Вот эти первые секунды, когда ты не знаешь, чего ждать от соперника, вот эти самые тяжелые. Ну, когда я бросил бокс, конкретно устала от того, что я постоянно учусь, тренируюсь, а все мои сверстники гуляют, отдыхают. Прям сижу, смотрю, как бой идет. Я уже в конце. Че, как там? Если без бокса, то кто? Ну, не тренер точно. Работал бы на благо общества. Пытался сделать меня лучше. Вы же в общежитии раньше жили? Родились там, они выросли там. Мама водила меня на обесироплетение. В отношении с девушкой – это такой же тяжелый процесс, как и спорт. Потому что у них трех семьи, они там ходят за ручкой с маленькими детьми и водят их в садик. А я что, хихиха-ха, да еще только в спорте. Безумно. Нравится наш город, я его люблю. В принципе, все, что у меня сейчас есть, дал мне Оренбург. Оренбургцам вручили госнаграды Российской Федерации и Оренбургской области. Их получили медработники, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, многодетные семьи и учителя. В общей сложности награды получили более 50 человек. С некоторыми из них пообщались корреспонденты ЮТВ. На церемонии было награждено более 40 медработников – настоящих героев, которые круглосуточно занимаются лечением больных коронавирусом. В начале пандемии заведующая отделением ковид-центра Светлане Быковой приходила жить на работе 4 месяца. Врач для Светланы – это не просто профессия. Для нее это детская мечта, которую она сумела воплотить. Я была воспитана на истории о пациентах, на врачебных историях. И выбор профессии для меня был однозначен только медицинно. Никаких других вариантов у меня не было в голове. Коронавирусная инфекция не в какой-то степени радикально изменила весь ход жизни. Мы круглосуточно практически и начинали работать, и по сей день работаем. Виталий Примак, заведующий отделением реанимации 2-й областной больницы, тоже в начале пандемии был вынужден изолироваться от семьи. Он наезжал в другую квартиру и жил там 3 месяца. По его словам, вспыхнувшая пандемия заставила находиться врачей в постоянном напряжении. Это я как руководитель отделения большую часть времени провожу на работе. Это каждый день не меньше 12 часов провожу на работе. Бывает и ночью приходится на работу выезжать. Это круглосуточно из ВАНТИК. Награждены были медики с областной инфекционной больницы, областной больницы номер 2, станции переливания крови, а также фельдшеры скорой помощи. Кроме того, наградили медработников из Орска и Бузулука. Отдельно врачей поздравила министр здравоохранения Татьяна Савинова. Мы их между собой уже всех давно называем наши орденоносцы. Они этого заслужили, они настоящие герои. Для меня еще очень важно, что это настоящая команда. Сегодня вся медицинская служба работает как единый слаженный организм. Кроме медиков, награды вручили многодетным семьям и заслуженным учителям России. Ванесса Петерс, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей можно посмотреть на нашем сайте. ЮТВ.ру или в инстаграм-аккаунте ЮТВ Орен. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 430045. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»